МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня пятница, 17 февраля по новому стилю, или четвёртая по старому, день постный. И сегодня память. Мученика III века Иодора, священномученика Авраамия, епископа Орвильского, пострадавшего в середине IV века, преподобного Исидора Пелосиотского, подвижника V века, преподобного исповедника Николая, игумену Студийского IX столетия, благоверного князя Георгия Юрия Всеволодовича Владимирского XIII века, преподобных Авраамия и Коприя Печенгских вологодских святых XV века, преподобного Кирилла Новоязерского Новгородского XVI века, из новомучеников российских, священномученика Мефодия Краснопёрова, епископа Петропавловского, священномучеников Евстафия Сокольского, Иоанна Артаболевского, Александра Минервина, Сергия Соловьёва, Иоанна Олешковского, Александра Соколова, Николая Кондаурова, Алексея Княжеского, Николая Голышева, Алексея Шарова, Александра Покровского, Аркадия Лапцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая Поспелова, Алексея Лебедева, Андрея Беднова, Дмитрия Кедроливанского, Иоанна Тихомирова, Петра Соколова, Пресвитеров, преподобномучеников Серафима Вавилова, Архидиакона, Феодосия Бобкова и Ромонаха, преподобномучениц Рафаилы Вишняковой, схемонахини, Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной, послушниц, и мучеников Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Дмитрия Ильинского, Феодора Польшкова и Дмитрия Казаматского. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова обращаемся к житьям новомучеников и исповедников Церкви Русской XX века в изложении Игумена Дамаскина-Орловского. Сегодня вспоминаются многие новомученики, но остановимся на священномученике Алексии Княжеском. Он родился 9 сентября 1884 года в селе Урей Краснослободского уезда Пензенской губернии в семье крестьянина Ильи Княжеского. По окончании в 1909 году Нижегородской духовной семинарии он был рукоположен во священника и служил в храме в селе Орехово Глуховской волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии. В 1929 году за свою активную церковную деятельность отец Алексий был обвинен в нарушении правил об отделении церкви от государства и по статье 125 присвоения сибири религиозными или церковными организациями административных, судебных или иных публично-правовых функций и прав юридических лиц был приговорен к штрафу в 300 рублей. А в 1930 году за неуплату налогов, конфискации имущества и трем годам высылки за пределы Нижегородского края. В 1931 году отец Алексий поселился в селе Великий Двор Толдомского района Московской области и стал служить в сельской церкви. Он и здесь, как и в Нижегородском крае, вполне проявил свои таланты и свою ревность в служении Богу и церкви. Вызванные в 1938 году следователями свидетели показали освященнике, что он сразу же по приезде в село повел усиленную работу, призывая людей к вере в Бога. До приезда отца Алексия верующих в селе и окружающих его деревнях было самое незначительное число. Большинство жителей храм не посещало. Вследствие деятельности священника число верующих возросло в несколько раз. В храм стали ходить люди из других селений, которые раньше никогда не посещали церкви. До приезда в село отца Алексия местные жители почти не венчались в храме, а теперь и местные стали венчаться, и приезжали венчаться люди из других мест. Стало приезжать много людей, чтобы крестить детей. В день 25-летия Октябрьской революции в селе было назначено с утра проведение митинга, о чем было извещено население соседних деревень. Священник объявил на этот день службу в церкви, и большинство людей пошло в храм. В момент сбора на митинг стало очень заметно, что к церкви народа идет больше, чем на митинг. Причем в этот день в храме состоялось еще и венчание приехавшей из Москвы пары, которая раньше жила в этом селе. И жители, и в особенности молодежь, вместо того, чтобы идти на митинг, пошли смотреть венчание. Поскольку многие стали приезжать венчаться и креститься из других мест, то и среди местных жителей стали учащаться случаи крещения детей и венчаний. Летом 1937 года священник во время уборки урожая организовал религиозное празднование, которое проходило два дня. Причем во время праздника священник сказал, раньше праздновали в рабочее время и все успевали убирать. Нам и сейчас надо соблюдать религиозные праздники, потому что от этого зависит благополучие в жизни человека. Один из допрошенных впоследствии свидетелей показал, что слышал разговор двух женщин, вышедших из церкви, когда одна сказала другой, что священник прекрасно служил и в особенности понравилась его проповедь, где он призывал православных к вере, чтобы они соблюдали церковные праздники и ходили в церковь, а также воздерживались от работы в колхозе во время религиозных праздников. Отец Алексий был арестован 26 января 1938 года и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. На следующий день следователь допросил его. «Свидетельскими показаниями вы уличаетесь в том, что в церкви среди верующих вы произносили проповеди контрреволюционного содержания. Вы признаете себя в этом виновным?» спросил следователь. «Не признаю», ответил отец Алексий. «Вы следствию даете ложные показания, и следствие требует от вас правдивых показаний и признаний в предъявленном вам обвинении?» «Свои показания я считаю правильными и виновным себя в предъявленном мне обвинении, не признаю», ответил священник. В тот же день следствие было закончено, и 8 февраля тройка НКВД приговорила отца Алексея к расстрелу. Священник Алексий Княжеский был расстрелян с 17 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутова под Москвой. Святый священномучениче Алексея моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...